Футбольную команду «Металлург» основали при Московском коксогазовом заводе в 1969 году. Тогда в нее вошли любители этого вида спорта. В этом году отмечают 55 лет со дня создания команды. По случаю памятной даты на одноименном стадионе состоится турнир ветеранов, а также презентация фотовыставки, которая посвящена многолетней истории легендарной команды. Важны традиции, важна история. Должны знать, кто здесь был. У людей здесь прошла юность, а людям уже по 77 лет. Поэтому надо стремиться к такому возрасту. Владимир Кузнецов стоял у истоков создания коллектива, который тогда назывался «Профсоюзная команда «Металлург». В то время он был капитаном. Всю свою жизнь Владимир Серафимович посвятил этому коллективу. Сейчас он начальник команды ветеранов. Несмотря на свой возраст, футболисты продолжают собираться вместе. Петрозаводск уже юбилейный был 32 года. Мы уже типа командой ветеранов ездили. Играя под вывеской «Союз», играли на первенстве России среди ветеранов. Заняли первое и третье место. Владимир Хабузов также входил в первый состав команды. На поле он вышел на замену в возрасте 19 лет, всего на 15 минут. Для начинающего футболиста это стало большой честью – сыграть с основным составом. С тех пор Владимир Хабузов стал частью знаменитой команды «Извидного» и внес свой вклад в ее историю. Нам довелось в то время поиграть практически по всей Московской области. Мы были всегда в середине таблицы турнирной, среди сильнейших команд в Московской области. Мы не берем внимания там Ступина, Ореха Зуева, но мы где-то седьмыми-восьмыми по тем временам. Это было большое достижение. Фотовыставка, посвященная футбольной команде «Металлург», отражает эпоху нескольких поколений. Дружеский турнир, посвященный юбилею, состоится 14 июля на одноименном стадионе. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.